Всем приветики! Я сегодня в Майри. Майри Дзентери здесь близко все. Смотрите, около какого красивого здания я нахожусь. Это отель. И я вижу, там уже почки распускаются, хотя очень холодно. Это красивая гостиница, 4-звездочная, концертный зал Зентери. Сюда меня сегодня занесло, поэтому решила погулять, пройтись по улицам города Юрмалы, центру. Гостиница называется Pegasa Pills. Здесь ресторан и все остальное. Можно шикарно отдохнуть. Шикарные номера. Давайте пойдемте посмотрим, что предлагает концертный зал. Какие концерты? Так, 18 апреля. Пасхальный концерт. Трио Палладио. Здесь 26 мая. И Монте-Калния юбилейный концерт. Янис Озелс. Вивдена Музика. Это число какое здесь? Не вижу число. 3 апреля. А, это уже было и 8 мая еще. Так. Открытие летнего сезона. Видите, Раймонд Пауз. Участвует Раймонд Пауз. И еще здесь... А, Интерс Буселис будет. Ой, как я его обожаю. Ну, Пауз это уже тут без сомнения. Это будет 28.05. Открытие летнего сезона. В Юрмале. Так. Пьер Бертран. Бертрану. Пьер Бертран. Концерт. Это 23 апреля. И здесь концерт для семьи с детьми. Включение. Детская, да? Детская постановка. Угу. Это будет 30-го, да? Ну, здесь повторяются. Вот здесь еще есть афиша. Можете посмотреть и купить билеты. Приехать в Юрмалу. Так. Здесь все повторяется. Вот эта афиша просто... Просто реклама Дзинтерского концертного зала. Ну что, идем на пляж. Так. Здесь какие-то другие афиши. Нет. Те же самые. Магазинчик пляжный. Пока закрыт. Здесь киоски. Не знаю, работают они летом. Наверное, работают. Здесь раньше кафе работало всегда. Такое у самого входа на пляж. Сейчас стоит кофейный автомат. Ой, какой холод с моря. Ветер просто ледяной. Народу почти нет. Так кажется, что они живые, эти птички. Первое впечатление. Когда же уже тепло наступит? Сейчас пролистала прогноз погоды на месяц вперед. Ну, на апрель. Знаете, 10-11 градусов максимум. Надоел этот холод. Ой, сюда немножко спустилась. Здесь как-то получше. Какую арку сделали. Димали. Так. Ну вот я на пляже. На пляже в центре. Около концертного зала. Так. Иду обратно. Очень холодно там гулять. Еще несмотря на то, что сейчас середина дня. Вторник. Люди гуляют. Я думаю, что как только потеплеет, здесь будет очень много народу. Ну, очень. Видите, уже там много. Интересно, кто они такие. Сейчас пройду, послушаю, в каком языке говорят. Какая-то группа идет. Похоже, что это экскурсия какая-то. Я даже не знаю, на каком языке они говорят. Не понимаю. Мне кажется, какие-то скандинавы. Видите, целая группа приехала. Такие старички в основном. Кто скажет, какой это язык. Так я и не поняла, на каком языке идет речь. Странно, да? Так холодно. А вот люди едут. Видимо, пенсионеры. Я думаю, это пенсионеров из Европы вывозят. Какие-то вот эти социальные программы. Когда их возят бесплатно. Ну, я не знаю, как там эта программа работает. Но есть такие программы. И вот они их вывозят в лежащие государства. Скорее всего, что это именно этот случай. Так вот еще с этой стороны вам покажу, как выглядит зал. Родендроны насажены. Такие большие, разрослись. Какая же будет красота. Видите, уже почки такие набухли. Почки. Если это почки у них. Скорость вести будут. Вот потеплеет сразу. Здесь апартаменты. Апартаменты. Телефончик есть. Можно снимать. Кстати, YouTube еще, слава богу, не отключили в России. Все, не включаю. Открываю YouTube. Там видео. Девушка, блогер. Говорит, ура, YouTube не отключили. Будем надеяться, что не отключат. Вы знаете, я здесь много лет прожила. Поэтому я как-то вот хожу. Я вижу, что здесь очень красиво. Особенно этот отель. Который я вам показывала в самом начале. Вот это здание. А для тех, кто сюда первый раз приезжает, да, здесь есть что посмотреть, отдохнуть. Место хорошее. Главное, чтобы погода была. Таверна. А погода, как вы знаете, у нас в Прибалтике может и подкачать гостиницу. Нет, не гостиница. Здесь, наверное, нет гостиницы. Здесь только ресторан. Юра. Как здесь все изменилось с того времени, как я здесь жила. Я сюда приехала в 92-м году. Здесь вообще ничего близко. Даже этого не было. Этих зданий. Вижу, люди сидят в ресторане. Видите, какая территория здесь. Здесь, видимо, будут столики на улице. Давно я не снимала этот район. Дойду до церкви православной. Вон там уже, видите, ее купола. Сейчас, конечно, возможности приехать в ближайшие годы, наверное, для многих не будет. Я и сама никуда не собираюсь этим летом. Может быть, если только в соседние страны, в Литву или в Эстонию, я даже уже и не рискну в Польшу поехать. Хотя последние года я всегда ездила еще и в Польшу. Там уже столько прекрасных городов, мест. Можно ездить каждый год. Она большая, Польша. Но сейчас я не рискну туда ехать. А уж в те страны, где раньше, там Франция, Италия, Германия, тоже нет. Вот, не знаю, я как-то вот побаиваюсь. Даже не то, что побаиваюсь, но я такой человек осторожничаю. Вот, видите, какая там церковь шикарная. Как она сейчас светится. Купола светятся на солнце. Очень красиво. Так, знаменитый глобус. Юрмала. Так, давайте посмотрим. Пройдем по улице Йомас. Тоже много народу гуляет. Это много. Я помню, когда вообще первый раз приехала в Юрмалу. Ну, это где-то был, наверное, какой-то 80, может быть, третий год или четвертый. И мы приехали в Дзинтри. Ну, Дзинтри такая более лесная. Очень лесом заросшая часть города Юрмала. Хотя Дзинтри – это центр. И тогда, я помню, впервые мы вышли на улицу. Вот на эту улицу Йомас. Я вообще не поняла, куда я попала. Здесь просто невозможно было пройти. Вот, наверное, люди шли. Вот, как обычно, знаете, вот метро. Да, народу много. Вот так вот здесь было, на этой улице. Я никогда не видела столько людей. Вот. То есть, вот был тогда такой период. Здесь море тоже все, пляж был все людьми. Сколько здесь стаканчик кофе стоит? Евро пятьдесят. Красивый уголок, петушок. Тоже апартаменты, ресторан, спа. А вот сейчас здесь тихо. Ветра нет. И так уже приятно на солнышке. А на этом месте, помните, здесь был такой ресторанчик. Вот я, если честно, сама забыла, как он назывался. Такого красного кирпича, по-моему. Что-то такое. Видите, какое здесь здание построили большое. Здесь магазин Мэтта. Интересно, он работает. Да. Минус двадцать. Даже люди есть. Я не хочу в магазин. У меня нет настроения теперь ходить по магазинам. А вот здесь был Луньермак. В те годы. В те годы, когда я приехала сюда. А сейчас здесь ресторан, наверное. Ну, я вижу, что не работает. Вот. Кафешки уже готовятся. Армянская кухня. Возможно, они даже и работают уже. Все такое новое, современное. Все блестит, сверкает. Вот столики уже на улице. Можно посидеть. Да, люди хотят праздника, хотят отдыха. Йомос террасы. Гриль фиш. Гриль энд фиш. Магазины здесь очень дорогие. Так, ну что, цены давайте глянем. Какие цены у нас. Вот рыбные блюда. Фиш ан чипс, соусом, тартар. Десять восемьдесят. Так, салаты шесть евро. Самый дорогой восемь шестьдесят. А здесь самое дорогое рыбное блюдо двадцать один восемьдесят. Мясные блюда. Самое дорогое стейк из говяжьего филе соусы. Демиглас. Двадцать два восемьдесят. А самая дешевая свинина на гриле. Десять восемьдесят. Ну, так еще, знаете, вот, не так страшно. Супы семь восемьдесят. С учетом, что это центр. Это юрмала. Так, десерты шесть двадцати. Ну вот, ознакомила вас с меню. Украинский борщ, к вашему сведению, семь восемьдесят. Кстати, я прошла мимо этого ресторана. И такой запах чувствуется еды. А тут что еще? Валюту меняют. Ой, этому киоску сто лет. Не, мне кажется, ему даже больше. Вот это единственное, наверное, что сохранилось с тех времен. Вот это еще здание тоже старое сохранилось. А так вообще, конечно, ну, есть, конечно, здание. Да, вот это здание вообще пустое стоит. Сдается, да, там здание тоже. Да, много еще пустых зданий. Так, гриль-бар. Уже красивое место очень. Так, музычка играет. Видите, как у нас все портит погода. Ну, киос только один работает. Уже во всех странах тепло. А мы вот здесь, Северная Европа, мерзнем. Так, а что здесь у нас еще и закрыто? Ремонт идет, да? А, здесь был... Здесь продается здание, да? А дальше... Дальше там тоже огорожено. Посмотрите, и здесь продается тоже. Вот это все пандемия дел натворила. Так, я уже замерзла. Пойду в машину, поеду домой. Прохладненько. Немного вас прогуляла сама. Прошлась... Ой, как начинаешь снимать. Здесь вот слышите звук, да? Звук, тут ремонт идет. Ой, сейчас с ремонтом плохо. Нет каких-то материалов уже. Люди сталкиваются, строители. Так, здесь такой район. Эмбер Лайф. Канцер Клиник. Клиника. Лечение рака. Что-то она как-то выглядит. В нерабочем состоянии. Новая, что ли? Построена. Усилинство. Не видела я ее раньше, когда она появилась. Так, покажем, что с этой стороны. Шикарные дома. Да, нерабочем состоянии. Дома такие, аж страшно становятся. Как-то здесь тихо. Ни машин, ни жилые, что ли? Летние варианты. Не знаю. Видите, пусто во дворе. Таких машин нет. Ну, а здесь не видно ничего. За стеной. Как здесь уже распустилась. Почки зелененькие. Так вообще еще, конечно, очень слабенько. Потому что ночью морозы. Очень... А вот, смотрите, как усеяно. Сережками. Ольха. Ольха. Или орешник. Орешник. Еще написано, что это гостевой дом. Ну, признаков жизни там не было. Все, иду по улице Юрис вдоль моря. Иду к машине. Наверное, на сегодня я закончу свое видео. Показала вам маленький кусочек апрельской Юрмалы. Центра города. Всем пока. До новых видео. Жду ваших комментариев. Я очень рада, что они отключили YouTube. И, кстати, я хотела сказать еще большое спасибо. Всем, кто мне написал. В последнем видео столько комментариев я хороших получила. Я просто не ожидала. Спасибо всем, кто подписались на мой телеграм-канал. Тоже было очень приятно. До свидания.